Краткие проповеди Чарльза Сперджина Проповедь четвертая Итак, всякого, кто слушает слова Моисеи и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Евангелие от Матфея, 7 глава, 24 стих Испытания всегда обнаруживают, является ли наше вероисповедание искренним или нет. Дождь был очень сильным и грозил унести дом, но дом был построен на камне, и поэтому не только дом противостоял буре, но и сам хозяин дома оставался совершенно спокойным. Он слышал, как дождь бил по крыше и мог при этом даже петь. Потом было наводнение. Если бы оно могло, то оно подорвало бы основание, но с камнем оно ничего не могло сделать. Несмотря на сильный ветер, хозяин, находясь в доме, был в безопасности и был счастлив, потому что построил его на камне. Христианин мирно покоится во Христе. Горе и неприятности не обходят его стороной, но они не сметают его. Они только заставляют его еще больше дорожить своей надеждой, имеющей основание в Иисусе Христе. И когда в конце приходит смерть, этот ужасный поток, уносящий с собой все движимое, то она не может поколебать надежду мудрого строителя. Он покоится на том, что сделал для него Христос, и смерть не может отнять у него это. Но посмотрите на человека, который построил свою надежду на песке. Он едва смог выдержать испытания повседневной жизни. Во время преследований он держал нос по ветру, а теперь его ожидали еще более тяжелые испытания. Некоторые лицемеры заблуждались даже в последние минуты жизни, пока не почувствовали, что погибли. Дорогой друг, если ты заблуждаешься, то заметь это сейчас, а не в минуту смерти. Пусть твоей молитвой будут слова. «Господи, если со мной дела обстоят так, то покажи мне это. Если мое исповедание было неверным, то помоги мне построить сейчас мою жизнь на камне спасения. Ищи истинного Спасителя и не успокаивайся, пока не найдешь его. Ведь если ты погибнешь, то гибель будет ужасной».